Доброе утро! Служба информации и телеканал ОТС начинает свою работу в студии Евгений Нагаев. Прямо сейчас расскажем о бесплатных консультациях судебных приставов, распространении нового вируса в интернете и фестивале ЭКОМИР-2015. На прием без записи. Сегодня судебные приставы региона проведут день открытых дверей. С 10 часов утра и до 8 вечера специалисты окажут любому обратившемуся юридическую помощь, дадут консультации. Хотя есть одно но. Мероприятие проводят в преддверии Международного дня защиты детей. Поэтому в первую очередь помогать будут посетителям, у которых возникли проблемы с выплатами по алиментам и затруднения в исполнении судебных решений, связанных с несовершеннолетними. Из стран, где русский язык является государственным. Загонопроект уже опубликовали на едином портале госорганов. В настоящее время тестирование на знания законодательства, истории России и русского языка обязаны проходить все иностранцы, которые хотят получить вид на жительство или приезжают на заработки. Миграционные службы считают, что для тех, у кого на родине русский язык и так был родным, этот административный барьер ни к чему. Проект закона проходит антикоррупционную экспертизу, после чего его отправят на утверждение в Российскую Госдуму. Следующим летом новосибирцы смогут проехать на туристическом поезде по Великому Чайному пути. Маршрут пройдет через Забайкальский и Красноярский край, Бурятию и Манчжурию. Его длина 3000 километров. В каждом городе планируется стоянка на 1-2 дня, чтобы туристы могли ознакомиться с местными достопримечательностями. Для реализации проекта понадобится около миллиарда рублей. Поезд поедет по Транссибирской магистрали. Организаторы рассчитывают привлечь не только российских, но и китайских туристов. Открыли письмо, заразили компьютер. Российские эксперты сообщают о новом способе распространения вирусов в глобальной сети. Компьютеры российских пользователей теперь не просто забрасывают спамом, но еще и прикрепляют к ним макровирусы. Встраивают их в текстовые и графические редакторы и электронные таблицы. Специалисты советуют не открывать сомнительные электронные послания от неизвестных адресатов, а также извещения о несуществующих платежах, штрафах и денежных переводах. Киберпреступники могут маскировать свои подделки под официальные письма с указанием логотипов различных организаций. О проблемах экологии замолвили слово. Школьники из Двинского района приняли участие в районном этапе областного фестиваля КВН «Экомир-2015». Вот оно какое наше лето. Подробнее расскажут наши корреспонденты. Первый конкурс так и называется «Очень добрый день» – это визитка команд. Ребята поют, танцуют и шутят о существующих проблемах экологии. Нынешняя молодежь не очень относится к экологии, она вообще сейчас не следит почти за этим. Мы пытаемся это как бы даже не веселее преподнести, а как бы лучше, чтобы они поняли это. Ну как, чтобы они задумались все-таки об экологии нашего района. В шутливой форме ребята показывают свое отношение к серьезным экологическим проблемам. Всего пять конкурсных заданий, и во всех участники не сверживают фантазию. Например, команда Чунинской школы «Детки в клетку» оригинально представили своего лидера в конкурсе капитанов. Долго выбирали, все думали, думали, а потом в образе «Красная книга», как это сделать. И вот вообще мы сделали песню. Форма КВН вообще удобная. Здесь фантазии, разбег. В первую очередь КВН – это игра, и в ней обязательно есть победитель. Определить его оказалось непросто. Сценарии все были содержательные по теме, но, как это сказать, и танцы, и музыка, и шутки, и юмор. Отдельные команды, такие были находки, сценические находки в плане режиссуры, правильные мизансцены, минимум реквизита на сцене, и менялись какие-то вот такие вот сценические все ходы. Выступление команды первой сдвинской школы «Бупа» жюри признало самым оригинальным и содержательным. Они победители районного этапа КВН «Экомир-2015». Теперь ребята пойдут на финал областного конкурса, который пройдет в конце мая. Галина Раскопина, Игорь Свецов, Новости ОТС. На этом пока все. Телефон нашей редакции 23810. Следующий выпуск новостей уже через полчаса. До встречи. Доброе утро. Служба информации и телеканала ОТС продолжает свою работу в студии Евгений Нагаев. Прямо сейчас расскажем о повышении платы для большегрузов, о зарплатных ожиданиях студентов и о ребенке, которому нужна срочная помощь. Для большегрузов ввели повышенную плату за проезд по федеральным дорогам. Постановление об этом опубликовано на сайте российского правительства. Речь идет о грузовиках весом больше 12 тонн. Платить их владельцы будут в том случае, если машина причинила вред асфальтному покрытию. Теперь за каждый пройденный километр придется отдать 3 рубля 73 копейки. А вот расчет нагрузки на ось теперь упрощен. Общий вес, а груженые масс машины делятся на количество осей. Если получается больше, чем 10 тонн, придется тоже платить штраф. Новосибирские студенты готовы трудиться за 18 тысяч рублей, хотя работодатели предлагают 20 тысяч. Согласно исследованию на региональном интернет-портале, учащиеся на очном и заочном отделениях Новосибирска составляют 4% от общего числа соискателей. Новосибирцев с высшим образованием 43%. Их заработные ожидания от 28 тысяч рублей. Работодатели готовы платить 35 тысяч. Но такие позитивные цифры связаны с тем, что в ряде вакансий работодатель указывает не оклад, а возможный заработок, включающий проценты от сделок. 3 миллиона рублей, чтобы спасти малыша. Месяц назад полуторагодовалому мальчику поставили редкий диагноз муколополисахаридоза. Ребенок может поправиться, если вовремя сделать операцию по пересадке костного мозга. Трансплантацию нужно успеть сделать до двух лет, рассказывает Варвара Левченко. Малыш уверенно собирает пирамидку. На месте долго не сидит. Очень любознательный нейрон, мальчика назвали в честь римского императора, долгожданный ребенок. Родился крепким и здоровым. Вовремя начал сидеть, ползать, бегать. На шумное дыхание врачи не обращали внимания. Лор уверяла, к полутора годам все пройдет. На профосмотре на обычного, вот в год, после года, окулист заметила помутнение роговицы у ребенка. И это было зацепкой. Значит, поставили диагноз муколополисахаридоз. Это редкое генетическое заболевание. В Новосибирской области это единственный случай именно первого типа. У нейрона не вырабатывается фермент, который отвечает за вывод токсинов из организма. Они накапливаются и поражают внутренние органы. Из-за этого мальчик тяжело дышит. Обычная еда для него – яд. Но у ребенка есть шанс выжить и поправиться. Нужна операция по пересадке костного мозга. Проблема в том, что трансплантацию нужно сделать до двух лет. Сейчас нейрону год и семь. Расходы на лечение огромные. То есть это порядка 12 миллионов. Весь курс, все необходимое. Конечно же, государство по законодательству должно лечить, выделить деньги на лечение. Но этого нужно еще и добиться. Они обивают пороги больницы Министерства здравоохранения. Заболевание редкое. Часто врачи не знают, как правильно оформлять документы. Поэтому бумаги приходится переделывать по несколько раз. А это драгоценное время. Перед операцией нейрону нужен курс очищения организма. Раз в неделю ребенку необходимы капельницы. Лекарство дорогое. Ампула – 63 тысячи. На один сеанс их нужно две. В министерстве пообещали достать препарат. Через месяц. После двух лет мы получаем тяжелого инвалида. И до конца жизни будет колоть альдуразима. В нашем случае еще проблема такая. Если до конца его жизни будет альдуразимом колоть, он не попадает в этот препарат, в нервные клетки, не очищает. В июне Наталья с сыном летят в Санкт-Петербург. Именно там малышу должны сделать трансплантацию. Российские специалисты уже провели более 440 таких операций. Многие дети после лечения полностью выздоравливали. Но удастся ли вовремя оформить квоту и собрать деньги? Нагрузка на родителей такая, что сейчас поиск донора – это 21 тысяча евро. Она не входит в квоту? Она вообще в государственную программу вообще никуда не входит. И реабилитация, то есть ребенка после операции – это тоже ложится на наши полностью плечи. По примерным подсчетам Игоря и Натальи, реабилитация обойдется им в 3 миллиона рублей. Таких денег у молодой семьи нет. Они писали и звонили в благотворительные фонды, но везде получили отказ. Сейчас на счету семьи Герус – 340 тысяч рублей. Нужно собрать еще 2 миллиона 600 тысяч. Деньги можно перечислять на номер мобильного телефона или на банковский счет, реквизиты которого указаны в группе ВКонтакте. Игорь и Наталья верят, их малыш обязательно поправится. Последний срок трансплантации – октябрь 2015-го. Осталось 5 месяцев. Обратный отсчет пошел. Варвара Левченко, Константин Менин. Новости ОТС. На этом пока все. Телефон нашей редакции 23810. Следующий выпуск новостей через полчаса. До встречи. Доброе утро. Служба информации телеканала ОТС продолжает свою работу в студии Евгений Нагаев. Прямо сейчас расскажем о ситуации с паводком, делегации из Индии и международной медицинской выставки. Уровень воды в АБИ снижается. Подтопленными остаются 5 с лишним тысяч садовнических участков в обществах Первомайского, Советского, Кировского районов, Новосибирска, а также в Новосибирском и Колыванском районах области, сообщает Главное управление МЧС России по региону. На территории пострадавшей от паводка специалисты продолжают оказывать адресную помощь датчикам по вызову с подтопленных участков и подъему на возвышенность ценного имущества. Работают больше тысячи человек и почти 300 единиц спецтехники. Модная стрижка, стильная укладка и новый маникюр. Те, кому хочется прекрасно выглядеть, могут отправиться в субботу в международный выставочный комплекс. Каждый житель города Новосибирска сможет прийти и обслужиться парикмахерские услуги, косметологические процедуры сделать, получить консультацию имиджмейкера. Все это абсолютно бесплатно. Организаторы говорят, что все это сделано для того, чтобы конечные потребители, жители Новосибирска, смогли выбрать работа, какой компании им нравится больше. Ну а преобразившись, можно отправиться на фотосессию, которую, опять же, сделают бесплатно. Рядом будут проходить шоу-программы, костюмированное шоу, коллекции итальянской одежды. Имиджмейкеры расскажут, как правильно создать образ. Все это в рамках выставки «Сибирская акварель». Я напомню, она стартовала накануне. В Новосибирске с визитом находится делегация Республики Индия во главе с чрезвычайным и полномочным послом господином Пунди Шриндивасхала Ранга Ваном. Сегодня зарубежные гости посетят Университет экономики и управления, где посол встретится со студентами и преподавателями вузов Новосибирска. Тема встречи – российское и индийское сотрудничество в области образования. Делегаты также планируют побывать в Международном образовательном центре. Это первый центр индийской компании, появившийся в России и единственный в Новосибирске. Новый вид мошенничества зафиксирован в России. У граждан стали воровать сим-карты с целью доступа до банковских счетов. Только за последний месяц в органы поступили полторы сотни жалоб. Ущерб, нанесенный злоумышленниками, оценивают в несколько миллионов рублей. Схема мошенничества проста – через программы «Шпионы» узнать пароли и логины, после чего обратиться в салон сотовой связи с просьбой получить копию утерянной или сломанной сим-карты. Проблем с документами нет. Поддельный паспорт у злоумышленников на готове. После данной процедуры остается совсем немного – получить разовый пароль от интернет-банка на копию сим-карты и списать все средства. Имена пострадавших не разглашаются, однако уточняется, что речь идет о клиентах крупнейших банков. Ответственность с выдачей сим-карт по поддельным документам или доверенностям, казалось бы, должна лечь на плечи сотрудников салона в связи. Однако они в большинстве случаев не имеют необходимых средств для проверки подлинности предоставленных документов, в отличие от той же полиции. В Новосибирском экспоцентре в эти дни проходит международная выставка – медицинская выставка. Участники представляют последние достижения в научной сфере. О современных медицинских аппаратах для домашнего использования смотрите далее. Елатомский приборный завод на рынке 35 лет и уже четверть века производит физиотерапевтические аппараты. Аппарат «Алмаг-01» воздействует с помощью бегущего импульсного магнитного поля. Показаниями к применению являются заболевания опорно-двигательного аппарата, сердечно-сосудистой системы, нервной системы. Пятиминутное воздействие «Алмагом» улучшает кровообращение на 300%. В комплект другого аппарата «Алмаг-02» входят 4 излучателя для разных участков тела. В меню 79 программ для различных заболеваний. Ишемический, геморрагический инсульт, восстановление после инсульта, внутренние органы, заболевания почек, дискинезе желчевыводящих путей, язвенная болезнь желудка, 12-перстной кишки. А этот аппарат «Диамаг» предназначен для лечения заболеваний головного мозга. Применяется при расстройствах сна, при бессоннице, а также при мигрении. Приобрести аппараты Елатомского приборного завода можно в специализированных магазинах и аптеках города. Юлия Федосева, Константин Менин, Новости ОТС. Сегодня вечером в одном из новосибирских клубов пройдет турнир по смешанным единоборствам и тайскому боксу «Ночь бойца». Это традиционные городские соревнования, которые проведут в 15-й раз. На ринг выйдут лучшие бойцы Новосибирска против именитых спортсменов России и стран СНГ. В числе фаворитов 4 атлета из Кемерово. В программе турнира 8 поединков. Надо отметить, что впервые участие примут и девушки. В бою сойдутся чемпионка России из Кемерово и новосибирская спортсменка-финалистка Сибири. На этом пока все. Телефон нашей редакции 23810. До встречи. Доброе утро. Служба информации телеканала ОТС продолжает свою работу в студии Евгений Нагаев. Прямо сейчас расскажем о строительстве Барышевского тоннеля, об экологической акции на реке Яня и о предстоящих полуфинальных матчах мини-футбольного Сибиряка. Очередной этап пройден. В Барышевском автодорожном тоннеле забрежил свет. Напомню, подземный коридор строят уже полтора года. Дата окончания работ в сентябре. Автолюбители смогут существенно сокращать свой путь до столицы региона, минуя многокилометровые пробки. До этого отстраивают четыре дорожные полосы. Предполагаемая пропускаеспособность тоннеля 20 тысяч машин в сутки. По настоящее время уже закончены полностью земляные работы. То есть проходка тоннеля, осталось только его бетонирование до конца июля. Полностью будут завершены работы по тоннелю. К сентябрю будут окончены работы полностью по строительству автомобильной дороги. Городские реки, чистые берега. 22 мая в Новосибирске проведут ежегодную экологическую акцию по сбору мусора вдоль реки Яня. Организатор субботника – планетарий. Всех желающих помочь очистить прибрежную линию реки ждут в эту пятницу в 15.30 около входа в детско-юношеский центр по адресу Ключскомышинская плата 1.1. Самые активные добровольцы получат в подарок пригласительные билеты в планетарий. В поддержку арт-клуба «Никуда» новосибирские музыканты проводят двухдневный марафон в Академгородке. Напомню, 14 мая руководители заседания заставили прекратить свою работу. Собственник помещения не стал продлевать договор аренды. До этого момента клуб «Никуда» или Научно-исследовательский институт культуры и досуга Академгородка 7,5 лет проработал на втором этаже здания по улице Керешковой, 12А. Сегодня в музыкальном марафоне в поддержку клуба примут участие группы «Капитан Дик» и «Ракеты». А завтра на сцену выйдут штрих-код «Гриневич Бент», «Руслан Великохатный» и «Ольга Бабкова». Пошел на пенсию, окончил университет. В Северном районе еще 16 пенсионеров получили дипломы, вернее свидетельства об окончании курсов информационной грамотности, рассказывает Ольга Рязанова. Я помню наши мечты и задумки научиться работать на компьютере. Я помню первые уроки, когда мы плавали по клавиатуре и искали, где такая буквочка есть. Семь месяцев обучения и сегодня они уже дипломированные специалисты. В торжественной обстановке им вручают свидетельства об окончании курсов информационной грамотности. Теперь у вас документы есть прямо вот. Спасибо. Северный район в числе первых по области запустил открытый университет Сибири. Занимаются в нем пенсионеры. Трижды в месяц преподаватели проводят для них онлайн-лекции, вебинары, видеоконференции. Студенты хоть и в возрасте, но с компьютерными головоломками справляются легко. Вообще, конечно, очень интересно. У меня теперь своя электронная почта. Я могу написать письмо и Министерству здравоохранения, и приемную Путину, и Городецкому писала письмо. Везде общаюсь. В рамках проекта в районную библиотеку поступило новое оборудование. Это флипбокс, акустическая система и ноутбук. Они позволяют проводить более качественные интернет-трансляции. Расширение доступности и привлечение как можно большего числа населения нашей области к просветительским, образовательным, культурным услугам, мероприятиям, которые проводит и библиотека области, и дать возможность услышать и получить профессиональную консультацию. Сегодня филиалы открытого университета Сибири находятся в пяти районах области. В ближайшее время будут открыты еще пять. Что именно изучать, студенты решают сами. Чаще предпочитают компьютерную грамотность. Но немало и тех, говорят педагоги, кто выбирает право, финансы и искусство. Ольга Рязанова, Андрей Ильдеров, Новости ОТС. Сегодня мини-футбольный клуб «Сибиряк» начнет борьбу за выход в финал Суперлиги. Полуфинальную серию сибиряки начнут на выезде в Югорске, где встретятся с местной «Газпром-Югрой». Матчи пройдут сегодня и завтра. Затем серия продолжится в Новосибирске. Напомню, в четвертьфинале наша команда одержала победу над Синарой из Екатеринбурга. Противостояние длилось пять матчей, и победный мяч был забит на три секунды до конца встречи. Его автором стал капитан «Сибиряка» и лучший бомбардир в истории российской Суперлиги Сергей Иванов. На этом пока все. Я с вами прощаюсь. Удачного дня!